здравствуйте дорогие мои книжечки хэй как говорится к чему мы сегодня вообще вот сейчас так вот разрядились до шапку одели тут специфическую я тоже в шапке ирина тоже в шапке меховой у нас достаточно прохладно вот ира принесла сегодня как всегда их по каким-то темным своим делишкам нашла она вот такую книгу как вы так вот так скажу как уже неоднократно говорил как вам возможно уже известно мне очень нравятся детские книги советские издательства естественно а здесь она принесла необычную да игровую такую книгу по мотивам советских мультфильмов здесь что мне тоже понравилось все мультики которые всем нам известны с детства но я думаю вообще абсолютно всем кто смотрит наш канал вот как выглядит вот эта книга ну в советское время этого такого не бывало мне кажется вот говорящих вот таких книг с песенками это уже немножко новые такие технологии то есть здесь как вы видите вот здесь батареечка с заложен здесь микрочип и туда значит вот здесь песенки которые сюда входят в эту книгу песенки из советских мультфильм вот так называются это удивительные мультфильмы серия называется говорящие картинки я по выходным данным посмотрел значит а также в серии говорящие картинки. Были добрые мультфильмы, веселые мультфильмы, чудесные мультфильмы и любимые мультфильмы. Вот так вот. Так, здесь у нас что? Это издательство Умка. Она вот нарисована вот здесь впереди. Вот логотип издательства. Ну, здесь, естественно, это все советское наследие. То есть, вот она. Я уже нажал. Нет, ты нажми теперь. Выключи. Ага, вот так вот. Сейчас я освоюсь еще. Здесь вот оно все идет. Наследие союз мультфильма. Книга эта издана, вот именно вот эта книга подписана в печать. 20-12-2011 год. Тираж 5000 экземпляров подпечатана в Китае. Вот так вот. Вот 11 лет назад, да? Ну, да. И китайская печать. Вот здесь. Что из себя представляет? Вот такая вот вещичка. То есть, это картонка. Здесь, вот для вас это будет вот с этой стороны. Такие кругляшки. Там изображение волка, зайца, поросенка-фунтика. То есть, героев мультфильма. При чтении этой книги, там есть вот такие, вот давайте я вам открою сейчас книгу. Вот смотрите. История из Ну, погоди. Называется на пугало огородное. Вот это, когда читает ребенок. Вот здесь, например, начинаем. В широком поле на зеленой травке волк. И здесь идет вот такая вот меточка. Чем здесь мне не очень нравится? Очень мелко. Мелковато. Да. Мелковато сделано. Но иллюстрации, вы видите, достаточно крупные. Да. Вот эти вот кружочки можно было помочь. Вот кружочки, да. То есть мы нажимаем вот такую иллюстрацию, вернее, находим эту иллюстрацию вот здесь на и нажимаем. Ну, погоди. Пошло, да? Не надо вот языком вот такого. Я тоже так. Это что-то навевает у вас, Ирина? Как-то надо нажать, чтобы выключить. Сейчас я хочу дослушать. Трек дослушать, как говорят. Всё, всё. Вот. Читаем там, например, дальше Вдруг услышал он гул самолета и увидел зайчика Например, раз Чей-то это мне снег напоминает У Ирины такой дурацкий смех тоже бывает Замечательно И рванул за ним Здесь вот такой вот волк уже другой Ну, заяц, погоди Что здесь еще вот идет Рассказы про этого волка и зайчика Прыгнул волк в кабину Это вот здесь вот еще вот такой вот Косил я конюшину Вот такая вот вещь Я увидел тебя на коне А он там на коне Не надо Ехал Ваня на коне Вел бабулю на ремне Ну, а Ира в это время А у нас есть вот такой вот волк еще Вот у нас, да Вот обратила внимание Ну, это косли Это мы уже, наверное, показывали Вот здесь есть у нас такое Клеймо Да, вот на донышке Это вот у нас волк из Ну, погоди Такой классный, конечно Это у меня с детства такой был Я одним игрался Ну, вот Это даже можно как пепельницу использовать Почему-то многие говорят, что в Питере вот это любят Ну, я не знаю Косли это у нас же Это вот на Среднем Урале В районе Свердловской области Вот это там завод А был заяц такой, не знаешь? Не знаю Потому что вот этого привез папа Он у меня был в командировке В Златоусте Там магазинчик тоже И он привез вот такого волка Он привез чертика у меня Он есть дома стоит Там обломался у него нога одна Копытца И обломался коча хвоста А, рог еще обломался Такой тяжелый вообще Ну, это чугун Это же, собственно говоря Производство Ну, это еще из наших сказок Такая есть Но это Но это уже не Косли Это такая солонка, по-моему Так, кто нам рассказал Здесь цеплялась А мы видели, нашли Вот Ну, это тоже крокодил Гена с чебурашкой Это такое, конечно, похоже по качеству Да Обшарпан Но, тем не менее, сказки есть сказки Да Мы тут не коллекционеры Мы по мотивам все равно делали Интересно Да Вот идет как раз вот этот Я еще раз хочу послушать Поехали Завтра тебе предстоит поездка Да, кстати Поехали Вот Это у нас Ну, погоди Ну, они как бы коротенькие сказки Тут всего 9 страниц, по-моему 9 песенок написано Нет И 7 страниц 7, 14 песенок Страниц 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 И Наконец-то Рыдая Говорил Поросенок 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 Сыщик Почему не фунтик А, почему вы сказали фунтик Не килограммчик А именно Не надо Поросенок Все вот так Здесь И Бременские музыканты Это вот все В принципе И мои Любимые мультфильмы Песни из них Разошлись Я думаю На все Уж эти Вот И во всех В общем везде Из каждого утюга Это у нас Трубадур Пес Кот И петух Это вот Начинается У нас вот так Сейчас Ничего на свете Лучше нету И поют Все Актеры Какие актеры Это Олег Анофриев Олег Анофриев Магомаев По-моему А не Вообще Тут Анофриев Он весь Он весь Мультик Все спит Да Это же была Дипломная работа Вообще Это По-моему Там Просто делали А вылилось Вот в такое Там все уже Сумасшествие Конечно Было Кто у нас Еще тут Принцесса Допелась Сбежала Сбежала Куда ты денешься Покушай Грит яйца Кто у нас Еще есть Разбойники Карты в руки Как вы знаете Никулин Витцин Моргунов Послужили Прототипами Этих Хороших Разбойников Что у нас Еще здесь Король Охрана Так Сейчас посмотрим Где у нас Тут еще А это я уже Перевернул Знаете Что вот здесь Все идет Ну они Укороченные Ну конечно Укороченные Сделаны Здесь для самых Маленьких Поэтому Как бы Это сделано И Что еще Конец Песня Трубадура Нету Моей Любимой Мы к вам Заехали На час Привет Бонжур Хэллоу Нет Песни Шищика Ну там Много Что нет Конечно Ну китайцы Сделали Вот такое Ну китайцы Сделали То что Им сказали В принципе Это здесь Делает Редколлегия Сейчас Какую Я еще Хочу Послушать А что Для детей Вот вообще Это Как Запоминание Ну Для Большего Скажем Так Эффекта Конечно И запоминание И проникание Вообще В мультик Музыка Вместе С текстом И с картинками То есть Тот же эффект Который Мы делаем С тобой То есть Чтоб Воздействие На все Органы Чувств Ну вот Еще бы Интересно Было Если бы Она Такая Вот Как помнишь Двигающиеся Картинки Да Была Театры Сейчас Мы Мы видели Театры Но я Тогда Покупал Еще Но Двигающиеся Были Только Советские Вот У меня Пару раз Эти картонки Они же Не Ну В полку Они не Входят Наверное Почему Нормально Ну вот Смотри Пожалуйста Ну У тебя Большая Ну Это Большая Стандартная Ну Они Складывают Вот Так Вот А вот Здесь У нас Песенка Да Поросенка Ну Вот А Вот Здесь Динамик И Какой-то Звук Там Видишь Может Уменьшать Вот Кнопочка Не знаю Ничего Вот Такая Музыкальная Пауза Да Ну Вот Здесь Это У нас Идет Все Это Не знаю Как Они Наверное Закупили Права У Союзмундфильма Если Мы Помним Кстати Что Союзмундфильм Продали Они Права Олегу Видову Тогда На Мультфильмы Это Было Еще По-моему В конце Начале 90-х Годов А он Не будь Дурак Все Искупил Вот Но Не все Вероятно А потом По-моему Вернул Я уже Эту историю Что-то Как-то Подзабыл Там Скандал Был Жуткий Он Что-то Купил За 100 Тысяч Рублей Не Американских Ну В общем Подешевочки Ну В принципе Я бы Тоже Купил Если Продают По Таким Этим Это же Действительно Наследие Госфильма Афон Союзмундфильма Это Просто Сейчас Такое Никто не Делает Ну По цене Мы посмотрели Примерно Это Родители Да Покупали По такой Цене И Тираж 5000 Два Миллиона Кругу говоря Вот это Заказать Все Ну Я думаю Дешевле Конечно То есть Там Я думаю Себестоимость Книжки В пределах Там Старых 150 рублей Не больше То есть Вот так Ну Я могу Сказать Что По своему Опыту Когда я Работал Напрямую С издательствами Это было 20 лет назад 15 лет назад Примерная Цена Вот Книжки В твердой Обложке Детские Может быть Там Немножко Подороже Конечно Многие Родители Некоторые Выкручивают Батареечки Потому что Дети Начинают Тыкать Бесконечно И Надоедает Всей Она Написана Для чтения Взрослыми Детям Ну вот Я и думаю Да То есть Здесь Конечно Ты садишься Читаешь Конечно Ребенок Всяет И как я Вот сейчас Будет Тоже Давай Погоди То есть Они Выучат Эти фразы Но они Быстрее Скорее Сего Посадят Все Вот эти Как Называется Батарейку Посадят А если А их Там несколько Сядет То один Туда Сюда Ну это нормально А тебе Игрушки Вот нравились С музыкой У меня Одна Нет Вот у тебя Ферби Да Он Что делает Мы его как-нибудь Покажем Он учит Запоминает слова А Ты говоришь Слова И он Там есть Функция Да А есть функция У него Свой Он тоже Как обучающий А это Не обучающий Это просто Как веселое Время Препровождение Ребенка И родителя Человек читает Здесь человек Смотрит Картинки И Дополнительная музыка В принципе Мне нравятся Такие вещички Такое Ну Это даже больше Для родителей Потому что Они не знают Нет Это сто процентов Для родителей Минусы какие Мы уже с вами Отметили Что мелковатые Вот эти Картиночки На которые Надо сжимать Ну хотя бы Диаметр Сантиметровый Был бы Тут уже Более-менее Было бы Но бог с ним Бабушкам Сложен Который Да и не только Бабушки Кто видит Плохо Вот Но в целом Такая Ну нормально Вот так Нормально То есть Есть сейчас Книжки с запахами Есть там Книжки с видео То есть Чего только Нету То есть Сейчас Детская литература Просто развивается Но Какова Будет цена Вопросы Здесь мы Сейчас Пока даже Прогнозировать Не будем Ну плюс Видишь Дети значит Зачитывали Если она Так заклеена Уже скотчем Ну да Ну а что Ну Лежит дома Ребенок взял Пошел А там Это Быстренько Все Помузыкалили И Ну такая Музыкальная Картонка Вот скажем Конечно По большому счету Такая книжка Должна стоить Ну сто рублей У тебя в детстве Было что-то музыкальное У нас был Музыкальный металлофон Потом мама говорила Закройте его Уберите Потому что мы постоянно Звенели по этим железкам У меня был горн Было пианино Маленькое Горн Такой Труба 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 Военная Такая Мы ее дули Быстренько Мы ее сдули По-моему Меня попали Папа не развинтил Мушту Свисток Да И там убрал Чтобы не свистелся Что его задолбало Быстренько Это все Там Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу Там все Что у меня еще было Я же не помню Ира Нет, ну У нас музыкального Не было Ничего Особо нет У меня всякие Автоматы Солдатики Машинки Вот гайские Вот эти Которые сейчас там Столят безумные Мне дарили Либо кукол Либо вот этот Был набор Инструменты для врача Там вот это И мне нравились Там какие-то зубные Штучки Меня такого не было Потом Передарили кому-то Мне так было жалко Меня не было Что Меня отобрали У меня были машины У меня была пожарная машина Вот такая Которая там Значит Поднималась лестница А у нас была машина На пульте На пульте Только она не Не на дистанционном управлении Оно было на шнуре У меня была ГДРовская машинка Красная Полицейская Трабант Траби Этот вот ГДРовский На второй день Мы на него уронились Братвой Велосипед Руль И он пробил Значит Крышу Все Он столько и лежал 30 лет Наверное Все Ну вот так Вот так она У меня папа Сам Когда ее привез Там Он конечно Естественно Сам сел с ней Там Потом Ему надоело Ну шнуром Ограничивается Конечно Не то Было бы она там Везде ездила Они бы на улице Там бегали Там С ней Все эти мужички Мне бы конечно Никто ничего не дал Потом Потом Сказали А так В принципе У нас Гулялки Одни были Нет У меня вот эти Машины Там Зил был Вот этот Это вот производил Наш гайский завод Вот Саша Про который рассказывал Который сейчас Там стоит Вот этот Зил Там 1025-30-40 Вот так Сейчас их покупают А мы их с мамой Выкинули Два дурака У меня спальня Вот этими машинами Мы все выкидывали Мы все выкидывали Не знаю Почему Мы не хранили При переезде Всегда выкидываются Нет Мы что-то собрались Тогда Я вот такой Там Рьяный Годовая Выкинем Вообще Удивительно Как у людей Сохраняются Эти вещи Кто-то в гараже А потом Раз Ну в доме Можно хранить Конечно Вот мы выкинули Эти Игрушки Там стали Ставить эти банки Долбанные То есть там В общем Нет Ну почему Смотри Я ходила Когда Помнишь Я нашла Куклу на помойке Вот эту советскую В своих домах Значит И оттуда Тоже начинают Чистить Ну мы с Аней Нашли вот эту На дереве Но это я думаю Из гаража Вытащили Вот наши там Гаражи Прямо вот они Вот там Три метра И они ее повесили Постепенно У людей Что-то заполняется Картошкой Там Всякими Соленими вареньями Вот сейчас чистят Я смотрю Гаражи Не видят смысла В этом Чистят гаражи Выкидывают Книжки Выкидывают Что там еще Мебель там Какую-то Вот старую Все что угодно Ну давай В завершении Твою любимую музыку Я подумаю Какая тебе понравилась Две И еще В общем Ты такой разбойник Жарко Ладно Это вот такой У нас Немножко Шуточный Обзорчик Смотрите Наш канал Ари Вуар